Всем привет! Вы на канале Gadgetmania. Сегодня мы с вами распакуем мой новенький самокат. Давайте посмотрим, что это за самокат. Я начинаю. Поехали! Прямо сейчас вы посмотрите то, что я уже пережил. Это распаковка самоката, озвучивание технических характеристик. Я немножко забыл. Так вот, технические характеристики. 350 ватт мотор, 15-300 батарея, пневматические бескамерные колеса. Догадались, что это за самокат? Если догадались, пожалуйста, смотрите распаковку. Если не догадались, что же тоже смотрите распаковку, будет интересно еще больше. В мае 2020 года на улице идет дождь, поэтому распаковку у нас будет непосредственно в помещении, а в квартире у себя дома. Итак, существует три модельки. Запоминаем, моделька для Германии с ограничением скорости в 20 км в час. Моделька для всей остальной Европы, в том числе для России с ограничением в 25 км в час. И моделька для Америки. Отличается только буковкой в названии G30P. Но, собственно, все они с одинаковыми техническими характеристиками. Ограничения софтовые меняются на раз-два. Если что, на ФОПДА есть инструкции и так далее. Собственно, хотел вам показать, как выглядит коробка. Вес вместе с коробкой 24 кг. Сам самокат весит 19,5 кг. В этом видео мы в домашней обстановке спокойненько распакуем эту посылочку. Посмотрим, как выглядит самокат после распаковки. Я поделюсь с вами первыми впечатлениями. Попробуем его собрать до боевой готовности. Первое включение, скорее всего, произведем. И вообще я поделюсь общими впечатлениями. Ну, а пока вкратце расскажу, что самокат данный заказывал в магазине EcoVille с Санкт-Петербурга. Собственно, попросил небольшую скидку. Сделали. Сказал, что видеоблогер скидку сделает и вам. По промокоду GMMAX будет скидочка небольшая, но будет. Ссылочки будут в описании. Еще одно небольшое замечание перед тем, как я распакую скотч. Собственно, в этот раз я получил посылку с самокатом не с деком, и слава богу. Это Жилдор-экспедиция. Сама коробка приехала неповрежденная. Два дня с Санкт-Петербурга и никаких проблем. То есть, в принципе, пока что могу рекомендовать. Давайте смотреть, что внутри. Первое открытие, что ждет. Очень интересно, в каком виде. Опа! Сразу такой запах нового. То есть, может быть, резины новые, может быть, еще что-то. В принципе, смотри сюда, на виде камеры. Пока все упаковано. То есть, все новое. Посмотрим. На первое включение я предварительно скачал приложение для активации этого самоката. Собственно, что в комплекте? Комплект не богатый, но он есть. Итак, у нас есть вот такая вот зарядка. То есть, это обычный шнур, потому что сам зарядный блок уже встроен непосредственно в деку самоката. То есть, это есть. Хорошо. Дальше. Дальше у нас есть вот такие вот крепежные болты вместе с вот таким вот ключом. Ключ специфический, поэтому не потеряйте его, для того, чтобы зафиксировать руль. Также у нас в комплекте есть переходник для того, чтобы подкачивать шины. Шины у нас надувные, пневматические, бескамерные. Упаковка Quick Start Kit. Обязательно ее изучу. Можно обратить внимание, что это все новое, не вскрывалось до этого. Вот так. И вот так, для того, чтобы это все дело достать. Пенопласт. Пенопласт. Посмотри внутрь. Все запаковано. Те винты нужны непосредственно для крепления. Там же также синий провод для того, чтобы это все дело подключить с мозгами. Ну и, в принципе, наверное, можно доставать. Итак, снимаем первый раз. Смотрим. Защитная пленочка. Глипсы. Ручки. Здесь. Такой вот замечательный звонок. Очень интересно сделан. Дальше. Смотрим. Первое впечатление. Очень интересное в этой модельке. Для меня, соответственно, это... Я первый раз на это смотрю. Это делается так и все. Все очень плотно. И никаких люфтов вообще нет. Здесь мы сейчас закрепим. То есть, обратно вот это так ставится. И все. Полечили болячки, которые были в самокатах Xiaomi M365 и M365 Pro. Тут же есть также фиксирующий винт. Если что, если что-то разболтается, можно непосредственно это все дело подтянуть. Все будет хорошо. Итак, обратите внимание, у нас присутствует вот такой вот синий провод. Он обеспечивает, скорее всего, соединение с мозгами и аккумуляторами. Аккумулятором. Непосредственно блок управления. Сейчас мы его подключим. И есть вот небольшие скольчики. Но это обычный сколь, который вы никогда не увидите. Это покраска, может быть, с завода уже так приехала. Вот подключили. Соответственно, от защиты все это. А от воды точная защита есть. Далее вставляем. Все. Авиационный алюминий. Очень такой плотный. Сейчас достаем винтики и закручиваем. Винтики выглядят следующим образом. Их тут 6 штук. Вина, скажи, что, как тебе самокат? Майори самокат, чего вы, мужики? Берите, не пожалеете. Помните, это он сказал, у меня. Так, собственно, наживил болтики. Их 6 штук. По периметру спереди 2. И по бокам слева и справа тоже по 2 штуки. Закручиваем потихонечку. Сами болтики имеют синюю такую смазочку или напыление. Я, как понимаю, что это что-то наподобие фиксатора резьбы. Для того, чтобы у нас все не раскручивалось. И не было, опять же, люфта вот именно вот этой части рулевой деки, где находится компьютер, ну, непосредственно блок управления. В общем, так выглядит у нас руль. Это у нас управление. Кнопочка. Пленочка. Заводская. Пока снимать не буду. Пока, скажем так, не найду какую-то защиту. Не закажу защиту. Собственно, звоночек. Очень интересно. Есть у людей претензии, потому что он, ну, когда вы будете непосредственно на нем передвигаться, вот это вот крепление, оно будет немножко люфтить. Есть небольшой у меня вот такой, может быть, на всех самокатах. У моей модельки попался именно по плацам такой брачок. Ну, я думаю, что функциональность звонка от этого не поменялась. Действительно, пищит он знатно. Это у нас специальное крепление для того, что я вам сейчас покажу, как он собирается. Это ручка газа, это кнопка включения, грипсы. Многие меняют грипсы на другие. Говорят, что эти толстые неудобные. Ну, пока, в принципе, ничего не могу сказать. Ни плохого, ни хорошего. Электронный тормоз. Точнее, механический тормоз барабанного типа. Фару вам уже показали. Все собрали. Сейчас я сюда намотаю стрейч-пленку для того, чтобы выходить в мокрую погоду, пока не прошло 7-14 дней после покупки. Для того, чтобы это все дело не повредить. Ну, друзья, по первым впечатлениям о том, что люди говорят, что он такой большой. Ну, наверное, после Xiaomi, наверное, большой. Мне после KUGI он средний, скажем так. Снимаем пленочка. Все хорошо. Это у нас как раз-таки закреплялка для того, чтобы в сложном состоянии фиксировалось непосредственно на ту скобу. Скобу. Задний стоп-фонарь. Давление. Ну, они накачаны с завода, скорее всего. У меня моделька, что интересно, моделька 2019 года. Как я понял, именно по коробке. Потому что вы, скорее всего, в бэкграунде где-то ее видели. Как я вам ее показываю. Так вот. Здесь, по-моему, с завода еще сделали. Здесь все не открывалось. Так вот. В чем прикол? Прикол в том, что... Раньше делали лучше, хотелось бы сказать. Так, в переднем колесе у нас стоит так называемый тормоз барабанного типа. То есть тут двойная система торможения, механическая, электронная, электронная система рекуперации. Можно и нужно настраивать через приложение. Приложение я предварительно скачал. Сейчас будем производить его первое включение. Включим. Ну и про подножку. Подножка, она никуда не делась. Она присутствует здесь. С другой стороны самокат покажу чуть позже. Первое включение. Если он не активирован, он должен пищать. Да, соответственно, самокат не активированный. И поэтому сейчас нужно его подключать. Вот так выглядит обратная сторона самоката. Это у нас гнездо для зарядки. Здесь непосредственно две зарядки. Та, которые в комплекте. И можно, говорят, заряжать зарядкой от самоката Xiaomi. Собственно, первое впечатление пока очень положительное. Ширины, ширину, длину и так далее. Деки мы будем разговаривать в отдельном видео. Самокат активировал. Находится сейчас в помещении. Надо обматывать стрейч-пленкой, выходить на улицу и уже непосредственно на нем куда-нибудь мчать. Но пока на улице. В целом, самокатам пока что доволен. Посмотрим, как покажет себя в использовании. И дальше уже будем делать какие-то выводы. Что касаемо колес. Какое давление должно быть? Давление зависит от веса водителя. В моем случае вес от 90 до 110. Давление 3,5 атмосферы. Но опять же, на форуме есть подробное описание, сколько качать, до какого уровня. Для каждого веса. Ссылочку оставлю в описании. У самоката с завода неплохая герметизация от влаги. X5 по контуру и внутренности деки X7. То есть, это в принципе все залито должно быть компаундом. Что нам говорит о том, что в принципе он не боится луж. Я знаю и читал на форуме, что на таком самокате можно и нужно ездить, допустим, зимой. Да-да, зимой в больших городах, где не так много снега. Да даже если есть снег, люди ездят и во влагу, и во всем. В чем угодно. Почему именно этот самокат? Ну, во-первых, потому что он долгожитель в плане скорости, точнее, дальности передвижения. Заявлено до 65 км, но вы же должны понимать, что это промо, реклама и так далее. Вес пассажира 70, по ровной дороге, при плюс 20, при этом по асфальту. В реальности с моим весом, если я буду на нем 25 км хода, это будет очень хорошо. Если больше, я буду безмерно счастлив. То есть, в среднем люди весят от 70 до 90 кг, поэтому это будет от 20 до 40 км. Многие выжимают больше 40, то есть 42-47. Опять же, я почитал, люди ездят на одном заряде. Собственно, поэтому, наверное, эта моделька. Потому что на Xiaomi, опять же, есть проблемы и со сборкой, и с колесами, и с последующими поломками. То есть, я сравнивал именно среди этих трех моделей. В KUGе, ну, я попользовался KUGой, скажем так, да. То есть, будет сравнение с KUGой M4 Pro обязательно. Опять же, есть ли смысл переплачивать. То есть, KUGой M4 Pro можно сейчас взять на 17 ампер порядка 33-35 тысяч рублей, да, в рознице. Этот самокат стоит от 45 до 54 тысяч рублей. В общем и целом, пока вот такие вот впечатления первые от самоката. Вместе с вами его распаковал. Обязательно будет сравнение с KUGой M4 Pro. Обязательно будет опыт использования через непродалку времени. Потом опыт использования спустя, ну, пускай будет обкатка, там, 200 километров. Опять же, будет полный его обзор. Это в любом случае. Пока все нравится. Надеюсь, буду пользоваться и не должно с ним возникать никаких проблем. Ну, а если вы так же, как и я, хотите приобрести по скидке, тем более, с применением промокода GMMAX, ссылочка на магазин ECOWILLS. Ребята дружелюбные. Ответят вам очень быстро. Пишите им либо на Авито, в магазин в их, либо непосредственно на сайт. Ответят быстро, проконсультируют, выберите, потому что не только Ninebot. Ну, в любом случае, по промокоду будет ссылка небольшая, но будет. Итак, для того, чтобы произвести первое включение, надо скачать приложение Segway Ninebot. Мы его скачиваем. Включаем повторить поиск. Включаем сам самокат. Вот он видит. Выполняется подключение. Учебный ресурс сейчас в ограниченном режиме, потому что он еще не активирован. Что нам говорит о том, что самокат новый, то есть он продолжает пикать. Окей. Активируем. Проходим. То есть сейчас будет несколько картинок о том, как безопасно ездить, и что делать для того, чтобы вы не получили повреждения. Памятку, которую не пропустить, надо смотреть по 5 секунд. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, типа, надоедает. Но лучше почитать, посмотреть картинки, и типа, производитель убеждается в том, что вы прошли элементарные какие-то предупреждения о том, что надо водить безопасно в шлеме и все такое. Итак, мы прошли обучалку. Без этого самокат не активируется. Надо ожидать на каждом из картинок по 5 секунд. В дальнейшем, наверное, можно будет к этому вернуться. И, если что, если вам понравилось, посмотрите еще раз. Активация самоката, собственно, произведена. Что нам говорит о том, что самокат был новый. Здесь, на этом менюшке, можно посмотреть, что на самокате у нас никто никуда не ездил. Показывается температура Сигвея внутри деки. Показывается оставшийся примерный километраж. И показывается, сколько общий пробег. Сегодня пробег, после зарядки. В общем, в принципе, надо отдельно будет разбирать и скринкастить, как выглядит программное обеспечение в современном самокате. То есть, я обязательно это видео сниму. Сейчас у нас все-таки первые впечатления от самого самоката. Самокат новый. Мы его только что активировали. Чему я очень-очень сильно рад. Ну, на этом, пожалуй, все на сегодня. Большое спасибо за просмотр. Если досмотрел до этого момента, пиши в комментариях Donald Duck. Ставь лайк или дизлайк. В зависимости от того, понравилось или нет. Я обязательно буду дальше тестировать этот самокат. Будет большое сравнение с Kuga M4 Pro. В общем, есть что показать. Подписывайся, ставь лайк. Собственно, пиши комментарий. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok